Добрый день, с вами Индумер и возвращаемся мы с того, что я хочу сначала посмотреть коллекционные предметы, мы там собрали фигурку первого уровня, вот она, вот она фигурка, вот здесь можно посмотреть до начала кампании все собраны фигурки, к сожалению, их можно посмотреть сразу все, очевидно, что все они одинаковые, это маленький думгай, просто в разной раскраске, каждый из них, я нашел самую вот такую стандартную зеленую фигурку, самую первую, и когда на нее нажимаю, появляется почему-то модель импа, я не совсем понимаю, это локи, анимацию можно остановить, жалко, самого импа крутить нельзя, можно только вращать, приближать, удалять камеру, либо я что-то не понимаю, но кажется, что нельзя, и я не знаю, где логика, ты находишь фигурку, и благодаря фигурке можешь смотреть модель монстра, ну, странно, ну ладно, зато, как говорил Umbra Keeper, хорошо для художников, можно рассмотреть со всех сторон, ну что ж, мы с вами продолжаем игру, второй уровень, центр распресс, и отлично, классное настроение, я бодр, заряжен, ничего желаю вам, потому что, эта игра очень быстрая, крутая, динамичная, и в нее прям хочется играть, хочется, вот, когда у тебя в жизни там все медленно, скучно, и все-таки хочется зайти, как, нависать вот это все, как, попрыгать, побегать, короче, посражаться, и, конечно же, поумирать от бочек, ну что ж, поехали, знаю своего врага, это очень важно, знать своего врага всегда нужно, но еще важнее знать своего друга, итак, что у нас по заданиям, голосовое сообщение, Здравствуйте, я Вега, искусственный интеллект мазианского комплекса, я провел диагностику претерианского бронекостюма, и выяснил, что смогу активировать дополнительные испытания. А что ты не продолжаешь? Вы сумеете быстрее обновить свой арсенал, я добавил в ваше досье отслеживающую программу. Спасибо. В общем, как я немножко почитал комментарии, судя по тому, что мне написали, мне нужно... Так, а как, как это было, как можно было... Какая-то неудобная здесь карта. Как-то здесь можно было менять проекцию... А, вот, 2D, 3D, 2D мне больше нравится. Мне порекомендовали тщательнее смотреть и следовать карту, чтобы не пропускать секреты и все такое, потому что это очень важно, и без нахождения некоторых секретов мне будет просто тяжеловато. Помимо этого, нужно обязательно выполнять задания, потому что якобы за них крутые награды, но я не собирался их скипать, потому что... Выполнять задания, это всегда прикольно. Итак, убить двух одержимых одним выстрелом из дробовика, убить зверских одержимых... Зверских одержимых пятью разным способом и найти три секрета. Ну что ж, за секрет не говорю. Ничего себе, сколько тут секретов. Ну что ж, если столько, может быть и найду. И, в общем, тщательно смотреть на карту. Плюс, как мне еще добрые люди подсказали, гранаты, судя по всему, на... На... На колесико. На колесико мыши, разведать обстановку мне надо. Так, вон кто-то идет. Или мне показалось? Да, это те самые зараженные, прикаженные. Так, хорошо. Это не опасные монстры, и про гранату нужно помнить. Более того, мне сказали, что я взял... Кто? Где? Где-то имп или что? Мне сказали, что я взял фуфло в рамках улучшения для дробовика. Нужно было брать подствольную гранату. Я взял... Я взял тройную выстрел. Вот этот вот, который оказался вообще фигней полный. Так, что мне там надо почитать? Персонал ОАК. Вега-1. Работа аргент-комплекса требует не только большого объема энергии, но и огромной вычислительной мощности. В условиях, когда множество зависимых систем питается от одного источника энергии, ОАК сочлается лесообразным создать центральный мейн-фрейм, управляющий не только потоком аргент-энергии, но и повседневной работой комплекса с более чем 60 тысячами сотрудников. Этот мега-компьютер, детище Самуэла Хайдена, главы ОАК, должен был обладать большей вычислительной способностью, чем все системы до него. И что более важно, получить признание как первый по-настоящему автономный искусственный интеллект. Мейн-фрейм и дали название Вега. Вега такое какое-то пафосное название. Опаньки, здорово. Рядом бочка, я увидел ее. Я увидел ее еще задолго до этого, поэтому я знал, куда стрелять. Не знаю, не нравится мне вот этот тройной выстрел. Но, конечно, я уже тридцать раз пожалел о том, что не взял гранату подствольную. Нет энергии. Двери заблокированы. Что ж, ну, судя по всему... Кто где орет? Где-то кто-то орет, я не могу понять, враг рядом или нет. А с учетом того, что им пришел мне перемещаться по... По плоскостям, по стенам и по всему остальному, то... Засада может быть где угодно. Что же они так орут-то жестко? Ладно, ладно, я иду к вам. И что-то мне подсказывает, что бочки в этой игре это одно из основных таких вещей. Ничего себе, здесь даже зомби умеют встретиться. И поэтому мне нужно очень важно внимательно следить за тем, где эти бочки находятся. Потому что если... А, так вот, испытания еще и подсвечиваются. Хорошо. Потому что если я жахну в бочку, то это будет проблема. Иди сюда, дружок. О, нет, пироблаз мне не надо. Хорошо, что он его прокосячил. Так, что здесь? Что здесь? Здесь какие-то аптечки, патроны. Хорошо, здоровье у меня и так полное. Перезапуск. Но пока что уровень начинается относительно спокойно. Вот та самая марсианская поверхность снова. Я верю в честность. Особенно сейчас. Последние минуты вашей жизни в этом мире. Все эти слухи, человеческие жертвы, портал в ад, демоны. Все это правда. Друзья мои, будьте благодарны. Вы станете первыми. Вы воссядете рядом с ними, так же, как и я. В новом мире, который они создают для нас. Прямо сейчас. Куда мы сядем? На унитаз, что ли? Ну, я понял. Кажется то, что Оливия Пирс это новоявленный битругер. И в этом плане теперь Дум 2016 больше для меня похож на третий Дум. Даже антураж тот же самый. Вот это красное марсианское небо. Красная же поверхность его. Виднейшаяся в окна база. И враг. И враг, который постоянно нам... О, нет, давай не надо по новой. Там что-то тыгер, кажется, сработал еще раз. Кажется то, что... Сканер местности. Открыто улучшение бронекостюма, сканер местности. Так. У меня по-прежнему ноль этих штучек. И как их зарабатывать-то вообще? Увеличить эффективность навигационных систем. Наверное, чтобы карта была более... Более... Что там написано? Автокарта загружена. А, это я всю карту раскрыл. Надо же. Да замолчи ты, Оливия Пирс. Мне почему-то вот так удобнее смотреть на карту. И кажется то, что я открыл себе всю карту. Теперь я смогу смотреть, где что находится. Я не знаю, насколько мне поможет это в поиске секрета. Также я не знаю, что это был за ужасный, дурацкий звук, с которым исчезла Оливия Пирс. Надеюсь, она не начнет разговаривать снова. Центр распред стал одной из первых подстройок на Марсе после обнаружения аргент-разлома. Здесь источное строение, отвечающее за ключевые функции комплекса. Добычу и переработку плазмы. Достала ты меня со своей честностью! Мать! Хватит! Реально надоело уже со своей честностью. Зациклилась. Стабилизация изотопов, добычу тяжелых металлов и руды, анализы артефакта, связь межмепланетный транспорт. Новые сотрудники ОАК, прибывающие на Марс, должны некоторое время проработать в Распресс, прежде чем их приведут на специализированные позиции. Первый уровень допуска открывает доступ во все зоны Распресс, кроме сетевых хабов в Веге и некоторых центров управления спутниками. Чтобы получить доступ в эти области, новые приверженцы должны подать запрос по форме Дельта-Кют-Дельта-Силовику отдела. Автокарта. Посетив станцию автокарт, вы откроете всю карту. По мере исследования вами окрестностей будут отмечаться ценный предмет, так что не забывайте регулярно проверять ее. Не забуду, мне уже подсказали несколько раз, что нужно обязательно это делать. Вот лежат аптечки. Вот, судя по всему, та самая штука, где я нашел артокарту или аптечка снизу показана. Кажется, что снизу. Там еще вот что-то есть. А как ее... А, правой кнопкой крутить. Вон там еще что-то лежит. Ну, в общем, ясно, ясно. Карту нужно постоянно смотреть. Что я, конечно, и буду делать. Так, что предлагается мне сделать? Спуститься на лифте или зайти в дверь? Какие ужасные крики. И действительно, теперь я вижу больше, в общем, с третьим думом. Опять злодей, опять марсианская база, опять Марс видно в окно, опять все остальные комплексы базы тоже видно в окно и все такое. Так вот кто-то корал. Так, двоих надо убить, двоих надо убить. Опа! Не получилось. Это мне снова напоминает третий дум, кстати. Так. Знати. Вы заработали очко улучшения оружия, его можно расходовать на модификацию. Здорово, я выполнил задание, и мне дали очко улучшения. Так вот, как они добываются, так вот, как они зарабатываются. Хорошо. Она когда-нибудь замолчится своей чистостью или нет? Она надоела мне уже? Очень приятно выполнять задание. Мне это напоминает что-то из MMORPG. Как же долго он заряжается. Реально, в MMORPG тоже есть такие всякие фишки, то, что ты, проходя обычный контент какой-то, получаешь что-то дополнительное для того, чтобы тот же самый контент как-то разнообразить. И вот это как раз мне очень нравится. Вот это прям прикольная штука. Тем более, что вроде эти испытания не особо-то и сложные. Так, ты свой перобласт брось. Прямо сейчас. Хорошо. Что это у него там? Что было? Я застрял. Где он? Он исчез? Или что это было? Ладно, давайте посмотрим, что у нас там за арсенал. Обучение. Очки улучшения оружия. Это я понял. Давайте глянем, что я могу улучшить. Так, дробовик. Скоростойка. А, вот как это все делается. Можно улучшать пистолет. Но что-то пистолет меня не впечатляет особо. Поэтому я пока что его улучшать не буду. Может их подсохранить надо вообще, эти очки? Ну, коль скоро мне кроме дробовика ничего особо не дают. Ладно, давайте, знаете, как сделаем. Я пройду этот уровень. Хотя, с другой стороны, зачем так делать? Я хотел в конце уровня вкачать что-то, но... Нет, возможно, что в этом уровне мне оружие не дадут. И поэтому я потравлю сейчас. Перезарядка. Повышает темп. На подготовку шквального огня больше не требуется время. А, это я улучшаю именно то, что я купил. Ну, интересно, могу ли я впоследствии отказаться от этого? Ну, так это со шквальным огнем нормальная тема. Хорошо, а тут я что могу улучшать? Мощный электроразряд сокращает время, требуемое для генерации. Сокращает время на восстановление. При подготовке мощного вы можете двигаться с полной скоростью. Ну, не очень интересно. Но вот это вот, на самом деле, делает вот это улучшение шквальный огонь намного более хорошим. Я возьму вот эту штуку. Следующий будет стоить три очка. Но я так думаю, что очки набирать не так уж и сложно. Ну, нормально. Вот теперь это имеет какой-то смысл. С этим улучшением это реально имеет смысл. Потому что до этого это вообще фуфлом было полным. Пока он там подготавливался. Пока все звезды для тебя сходились. Можно было родить, успеть. А так я просто бахнул вот так вот три раза. Ну, отказ все равно есть. Отказ все равно есть. Патронов по-прежнему мало. Нормально. Вообще хорошо. Так, мне нужно убить именно зомби. Пятью разными способами. Судя по всему, не импорт, но зомби. Мало боеприпасок. Я знаю. А куда мне идти-то надо наверх, вниз, куда? Ты кто? Что происходит? Там мост-бочка, что ли? Да, там стала бочка. Одержимый инженер. Одержимый инженер. О, как много написано. В ходе события волна лазаря, жертвы, пролетерпевают кардинальные изменения в анатомии и физиологии. Мощный расслед плазм не только радикально меняет стремление строения внутренних органов, а также приваривает металл к коже. Во многих случаях личные вещи, будь то часы или драгоценности, проджигают кожу навсегда сливаться с жертвой. Возможно, меньше всего везет тем, кто во время слияния работал с баллонами и сварочными аппаратами, поскольку при работе в условиях низкой гравитации от оборудования нужно носить на себе, волна создает одержимого человека с очень взрывоопасным устройством, внедренным под кожу. Как и остальные одержимые, эти существа лежаны разумом и выполняют телепатические приказы неизвестного демона-надзирателя. В бою с одержимым инженером следует соблюдать осторожность. Если баллон пробит, одержимый инженер превращается в ходячую бомбу, опасную для всех, кто находится рядом, будь то люди или демоны. Понятно. В общем, ходячая бочка. Только этого мне еще вот не хватало. Нет, ну вы вообще нормальные. Контрольная точка. Так, стоп, так я же там еще не все обошел. Я вообще-то внимательно изучаю карту. Ой, Оливия Пирс. Вот из-за одной Оливии Пирс только не хочется внимательно изучать карту. Так, тут закрыто. Но зато я патроны какие-то взял. Возможно, где-то здесь будет секрет. Скорее всего, он будет там наверху. И это действительно издевательственно над бедным индумером, который так с этими бочками совладать не может. Так вы еще и даете такого типа бочка. А нет, здесь все. Или как-то наверх можно забраться. Скорее всего, как-то можно. Я почти уверен, что раз это какая-то типа около секретная область, то можно как-то пропрыгнуть. Но кажется, нет. Кажется, в некоторой области, которые... Как это сейчас выбраться? Которые не предусмотрены для того, чтобы я в них заходил. Кажется, в такие места я просто не могу запрыгнуть. И свалиться полностью вниз. Кажется, что это не продумгая. Но в таком случае, возможно, что... Опа! И секретного... Секретного особо ничего здесь нет. Интересно, почему мне все время пишут компенсации удара? Компенсация чем? Компенсируйте мне удар очками на улучшение оружия. Может быть, я могу запрыгнуть на край этого монитора? И прыгнуть как-то еще повыше? Может быть, вот так? Оп! И туда, да? Смотрите-ка. Ну, кажется мне, что он не допрыгнет до туда. Мне кажется, это слишком высоко для него. Это, конечно, здоровский газлайтинг в плане карты и всего такого. Потому что мне теперь начинает казаться, что секреты вообще везде спрятаны. Вообще абсолютно за каждым углом. И мне нужно буквально пылесосить каждое ведерко, стоящее одиноко на полу. Так, стоп, стоп, стоп. Я вас на задание вообще-то убиваю. Ты чё, офигел, что ли? Так, здесь, наверное, сейчас опять будет, да? Это гнездо или что там? Ух ты, выстрел плазмы. Поэтому не знал я, как мне искать секреты. Потому что теперь мне будет казаться, что я буду находить секреты даже там, где их вовсе нет. Ты куда, бедный имп? Ничего себе, имп какой крутой он. Мало того, что залез на стену, так он еще и переблаз начал кастоваться стены. Это вообще жесткий тип. И мне нужно обязательно уничтожать все эти бочки. Так, ты стой с этим. Нужно уничтожать все бочки, которые лезут мне под руку. Потому что если я этого не буду делать, то вы знаете, что произойдет. Так, стоп. Еще один способ. Остался еще один способ. Но как же мне его достичь? Демонов действительно много, но пока что то ли я уже пристрелялся привык, как говорится. То ли... О, нет, там стоит бочка. Это очень плохо. Патроны на дробашь кончились. Это еще хуже. Как мне... Как же мне тебя убить? Все, испытание проведено. Спасибо. Что, еще одно очко? Великолепно. Еще одно очко у меня есть. Сейчас мы посмотрим, что оно мне даст. И мне так хочется будто пистолет стал посильнее. Что это за дым? Что происходит? Что происходит? Что это за полоса дыма? Еще мне сказали то, что здоровье из монстра выпадает... Что, с них патроны еще падают? С монстровшие патроны падают. Ну, надо же. Мне сказали то, что здоровье из монстра выпадает при обычном убийстве, а не зверским, не зверским. Тогда, когда у меня мало здоровья, якобы. Когда я проседала по хп-шишке, что это такое? Нажмите Ов. Получено задать запись кодекса территории. Какие территории? Где это прочитать? А, я могу еще и костюм качать на это. Что ж, мне нужно выбирать тогда, что? Что за территорию? А, территории. И в этом видении перед ними предстало дивное, яркое будущее. Многое работали как один, чтобы приблизить новый порядок. Есть ли лучшие слова, чтобы вдохновить тех, кто решил связать свою жизнь в Суак? Пришедшие к нам до вас и тех, с кем вы работаете, бок о бок, труются ради одной цели, приблизить новую залю человечеству. Именно наш главный принцип командной работы поднимет нас на новый уровень существования. Здесь, в распресс, мы всегда открыты для предложения по улучшению рабочего процесса. Пожалуйста, отдайте заполненный бланк предложения вашему управляющему контролеру. Однако, вы должны научиться принимать те вещи, которые не можете изменить и следовать по пророженному для вас пути. Работа в распресс, испытание, преданность и делу. Если вам предложат принять участие в программе допросов или испытания нового препарата, то от вас ожидается безоговорочное согласие. Если собрать приверженность, попросить вас прийти на церемонию преданности, отвечайте «Да». Если кого-то из приверженцев выхватили сомнения, сообщите об этом силовику, чтобы сотруднику вовремя оказали помощь. Не будьте эгоистичны, вторая ступень открыта для всех. Что ж, хорошо, меня интересует только прокачка оружия и брони. Давайте посмотрим, как я могу броню качнуть. Сопротивляемость среди увеличит сопротивляемость урона от взрыва. О, это то, что надо, кажется, да? Привет бочкам. Сканер местности увеличит крутость карты. Так, это что? А, на это нужны другие штучки. На это нужны вот эти вот ранцы или что это такое? Треугольники только для оружия. Ладно, в другой раз, в другой раз. Ох, какая здесь путанная карта, я как будто в какой-то 3DS Max попал. Не так уж и удобно по ней следить, где я был, где не был и все такое, где там секреты находятся. А что у меня осталось? А, три секреты, ну тебе да. Ладно, давайте попробуем еще покачать оружие. Что у меня еще здесь есть? А, нужно три теперь очка. Хорошо, а что для пистолета? Это... Пистолет меня на самом деле не очень интересует. Я с него не стреляю особо и альтернативным огнем тоже, поэтому... Я его качать, наверное, не буду вообще, в принципе, потому что я думаю, что пистолет очень быстро уйдет в небытие. Я сейчас-то его достаю, только когда патроны на дробашь кончаются, поэтому... Я не буду тратить это очко, я его сохраню. Это что, бензопила, смотрите-ка. Ничего себе, какая здоровая. Круто, мне так нравится, как он разглядывает новое... новополученное оружие. Особое оружие ближнего боя, которое выбирается нажатием... А, забыла расходы топлива. Тем больше демон, тем больше топлива понадобится. Разрезы демона пилой, вы гарантированно получите дополнительный боезапас. Имеется в виду, с демонов еще и патроны выпадают. Вот о чем речь. Этот предмет был обнаружен в аргенкомплексе, хотя его предназначение неизвестно. Сотрудникам службы безопасности сообщили, что он, скорее всего, был привезен на Марс к контрабанду, так же, как и в Третьем Думе. И при обнаружении подлежит немедленной конфискации, поскольку политического применения ему на Марсе не следует считать его оружием с черного рынка. Аналогичная история. И это, наверное, первый Дум, в котором бензопила не вечная, правильно? Но зато это гарантированный способ получить патроны. Кнопка П. Хорошо, я запомню, что на П я обязательно хочу ее опробовать в действии. Кому-то бошку размажил у упавшей вот этой вот хренятины, вот этой большой штукой. Что это такое? Опаньки, что это? А, это такое лечение, медстанция. Это приветы второго Half-Life'а, что ли? Медстанция. Медицинская станция разработана по тем же стандартным спецификациям, что и предыдущая модель. Стандартная аптечка, но отличается улучшенность системы внедрения наноботов ускоренным клеточным анализом. Когда пациент вставляет руку в приемный рукав, медстанция проводит атомно-силовое микроскопирование и вводит пациенту пакет наноботов, восстанавливающих пораженные клетки. Для ускоренного восстановления пациент также получает специально составленные химические препараты. Некоторые пациенты жалуются на легкое головокружение после использования медстанции. От него можно избавиться, вновь вставив руку в машину, используя ее повторно. При необходимости процедуры можно повторять неограниченно. А что бы в притарианский костюм бы такую медстанцию не вставить? Вот бы удобно было и намного лучше бы было для самого солдата Рока, чем искать эти медстанции. Если честно, я ее едва заметил. И вообще, эта медстанция, она какая-то практически невидимая. Если бы она не мигала так призывно, я бы ее вовсе и не заметил. А что это, интересно, у меня снизу нарисованы за красные вот эти вот штучки? Это что? Количество гранат или что это вообще такое? Ладно, замолчим. Идем дальше. Попробую-ка я кинуть гранатку. Держите. О, да, действительно, на колесико. И на колесико кидается граната. И эта граната сейчас была очень хорошо накинута. Но сколько у меня гранат? Как понять это? И нет ли у них какого-то времени восстановления или чего-то подобного? Короче, супер непонятно. Вдвойне мне непонятно, что... Что являются собой вот те три красные полоски под количеством патронов моем на дробовике. Что это значит? Почему мне не всегда даются патроны за убийство монстров? Так же не совсем ясно. Да вздыхайте уже. Где-то кто-то еще есть. Вот он еще один имп. Дай мне патронов имп. Ну хорошо. Так вот, я начинал говорить... Мне нужно желтый ключ найти. Я начинал говорить о том, то ли... О том, то что то ли этот... Этот уровень второй попроще, чем первый. То ли я действительно уже более-менее привык и пристрелялся относительно. Что мне становится чуть-чуть полегче. Но что-то, что-то из этого разряда. Но я хочу уже нового всего. Я хочу, чтобы мне... Она что, одноразовая? Написано же было неограниченно, можно применять. Я хочу уже, чтобы мне... Вот эта аптечка на шесть всего. Чтобы мне давали уже новых монстров и все такое. Побольше и почаще оружия какого-то. Кстати, я совсем забыл про бензопилу. И что за три красных полосочки? Объясните кто-нибудь, потому что пока что я сам не понял. Что это? Какой-то зомби куда-то идет? Как это он делает? Научите, я тоже так хочу. Хотя бы двойной прыжок не дайте. Я хочу быть более мобильным. Хочу бегать быстрее. Кажется мне, что вон там, вон сбоку. Я видел секретную комнату. У меня, кстати, чуть не переехало этим поездом. Или что это такое? Что это? Горючие? Что это? Ай! Что это? Что это вообще такое? Почему это все светится? Я почему-то так напрягаю все, что здесь светится. И кажется, здесь какие-то ловушки. Потому что если что-то светится, то мне кажется, что я о чем-то еще не знаю. Чувствую себя очень неуютно, если честно. Как вот это открыть? Там же откал. Там вон лежит сколько всего приятного. Думается мне, что открывается это чуть-чуть попозже. Потому что... Не просто так там все это навалено. Вон валяется еще какой-то трупак. Кажется, что позже. Вон, вон секрет. Но как же мне на него забраться? Конечно. Там лежит броня. Дайте мне броню. Дайте мне возможность попасть туда. У меня нету никаких крепков, чтобы чем-то цепляться, запрыгивать. Как-то кажется, что нет. И все-таки кажется мне, что есть какая-то возможность попасть наверх. Что это такое? Лифт? Или что? Какой-то это односторонний лифт. Как-то можно попасть вот на тот балкон. Я постараюсь запрыгнуть. Вот так вот, да? Эй, спляси. Вот. И это что? Это вам не секрет? Да ладно. Это что, не секрет? Вы серьезно? Это вполне себе катит на секрет. Я чисто проявил наблюдательность. Повертел башкой по сторонам. И на мой взгляд, это вполне себе секретный секрет. Ну ладно. Возможно, секрет будет дальше. Но я не могу. Как же они надоедают. Все, вот это болтовни. Почему они не исчезают после того, как я уже прослушал это? И, возможно, секрет будет здесь. Сюда надо нажать. Ну что? Ладно, посмотрим. Кажется, что мне нужно пройти через вот эти ловушки. Или что-то такое. Я очень надеюсь, что эти ловушки не убивают. Чтобы мне не нужно было начинать все сначала. Контрольная точка была задолго до этого. Даже до того, как я пилу получил. Так, еще бронька. Хорошо. И также в комментариях писали о том, что боезапас со временем будет увеличиваться. Я очень, конечно, надеюсь. Потому что 20 патронов на дробовике это очень мало. И расходуются они чертовски быстро. Я вообще не успеваю с них пострелять. Ну что, где-то кто? О, меня чуть не смазало. Опять какие-то зомби где-то ходят. Точнее, не какие-то, а вполне определенные зомби. И кажется, что мне нужно спрыгивать туда вниз. Так, ну что, сколько у вас здесь? Держи тебе, держи тебе. Мимо. Даблкил. Нет. Давай даблкил. Опа. Ну нет, не получается всегда. Точнее, не всегда получается. Но когда получается, всегда приятно. Это что, с другой стороны я что ли зашел? Что это вот такое? Это, наверное, тоже бочка, да? Почему это светится? Что это? Это курительная трубка какая-то или... Или что? Или бонг. Что это такое-то? Почему оно так призывно блестит? Я ничего с этим не могу поделать. Мне это вообще не нравится. Еще какой-то ключ. Куда не пойди, кругом нужны ключи. Хорошо. Это что, красный ключ? Нет, это тоже просто запертая область. Достигнута контрольная точка. Хорошо. Надо было... Ой, привет. Че ж ты такой резкий? У меня анимация еще не закончилась. Ты уже выпрыгнул. А вон и кровавое гнездо. Вон и кровавое гнездо. Ну что ж, давайте попробуем. Как это выглядит. Выглядит это вот так. Он... Ой, сколько там патронов насыпалось. Ясно, что это значит. Это уровень бензина, судя по всему, который есть. Что это? Как это собирается? Это что, все возможные в игре припасы? Или что? Все, короче, я все понял. Здесь бензопила теперь стала немножко другим инструментом. Томби ударил меня настолько сильно, что у меня аж колени подогнулись. У бензопилы теперь есть заряды. Абсолютно очевидно это. Три заряды. Возможно, с улучшением бензопилы. Можно ли ее вообще улучшать? Я пока что не знаю. Возможно, с улучшением пилы появится больше зарядов и все такое. И красным обозначены именно эти самые заряды. Убей его, ну. А почему критически-то? Кто меня так жахнул? Это все весь висущие импы. Пока что импы самые жесткие монстры в игре. Я точно могу это сказать. Из тех, кто у меня встречаются, это пока что самые сильные парни. Все, кажется, я сейчас сдохну, да? Сжег мне имп. Неправильно я начал, конечно же. Я не так должен был сражаться. Если бензопила дает патроны, то я должен исключительно использовать ее тогда, когда патроны у меня закончились. Плюс бензопила это не просто, что ты бежишь и пилишь. Бензопила, она выглядит как анимация. Долгая анимация распиливания монстра. И, в общем, она не используется просто как такое фановое оружие, с которым ты бежишь и пропиливаешь топы врагов. Это именно средство восстановления патронов, у которого есть ограниченное число зарядов. И, кажется, теперь я понял, что там были за канистры, которые я назвал бонгом. Это были именно те самые заряды для бензопилы. Теперь я почти не сомневаюсь в этом. Да сдохнет беда. Кажется, что так оно и есть. И сейчас она мне как раз и пригодится, потому что импы это нереально... Мне кажется, я упал вообще куда-то очень далеко. Импы это нереально сильные звери, которых нужно убивать только с бензопилы. Исключительно с бензопилы. Потому что иначе ты просто их не стянешь. Давай, дохни уже, ну! Так, хорошо, что еще мне надо? Патроны есть полные, поэтому пока что я, опять же, бензопилу не использую. Проще пострелять по бочкам. Бочку, бочка, 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 бочка. Как бочку взорвать? На! Ох, как взорвал, хорошо. Половину здоровья потерял. Вот это удар из плазмы был. Что случилось? Что это было? Я упал куда-то или что? Что это за анимация смерти непонятная? И внизу какие-то распорки были. Короче, надо подсобраться. Нужно следить очень внимательно, потому что пока я убивал этого импы быстрым убийством, он, судя по всему, меня уже этот мужик накрыл шаром плазмы. И только я сказал о том, что я более-менее разыгрался, как игра напоминает мне, что нет, я в ней еще абсолютный нуб. И куда ты вообще полез на ультра вайландс играть? Ты что, с ума сошел, что ли? Ну, знал бы я, конечно, бы по-другому бы, наверное, решил. Но что есть, то есть. Ладно, грамотно... Что? Я упал куда-то или что? Сейчас главное грамотно придумать, как и когда мне использовать бензопилу. Я не знаю, почему я с самого начала не понял, как именно... Что... О, нет, пироблазм. А что такой кривой? Ты что, я? Не сразу понял, что это за бонги и что они выглядят, что это действительно канистры с газом для бензопилы. Мало припасов. Если мало припасов, то мы используем пилу. Пошла старая добрая охота на импус бензопилу. Иди сюда, друг. Ой, как хорошо. Собираем, собираем, собираем. Собираем патроны. Спасибо за патроны. Пока я взрывал бочку, куча импов наокружали меня. И не так уж и много патронов на самом деле выпадает при использовании бензопилы. Я-то думал, что там... Ну, не то, что думал. Я думал, что... О, нет. Беда. Живем. Быстрое убийство. Это все, что у меня есть. Тоже умирай. Я-то думал, что там полностью восстановлен... Блин, сдохни ты уже. Что ты меня ковыряешь-то? Кошмар какой. Вообще импы просто не оставляют шансов. Нереально жесткие мобы. И в таком еще огромном количестве. Подожди, подожди, подожди. Так, ты давай первого глазка вставать не будешь? Импы вообще тяжело. Мне даются невероятно тяжело. Просто какие же они жесткие. И я думал, что реально пила будет... С пилы будут выпадать патроны на полную мою обойму, на полный боезапас. Но нет. Там выпадают патронов не то, чтобы много. Вообще неплохой получился бой. Теперь я точно уверен в том, что импов всегда нужно фокусить. Если ты не фокусишь импов, у тебя огромные проблемы. Ты кто? Если бы он меня сейчас убил, я бы вообще офигел. Нужно, короче, следить в этой игре за двумя вещами. За бочками и за импами. Если ты за ними не следишь, у тебя в игре все плохо. И я все равно ощущаю себя нереально медленным. Как бы парадоксально это ни звучало, и как смешно бы это ни было. Я реально чувствую себя очень медленным из-за того, что я вроде и прыгаю, но я бегаю медленнее, чем монстры. И я буквально вынужден носиться за этими импами, догонять их для того, чтобы иметь возможность хоть как-то им навредить, хоть как-то нанести им урон. И это, конечно, как-то мало стремновато. Я очень надеюсь, что будет там прокачка костюма, или меня просто научат бегать, там, спринтоваться как-то, или двойной прыжок делать. Потому что пока что это, ну, действительно, довольно медленное и слабое перемещение. Да что вы мне все эти голограммы показываете? Что они очень значат? Мне нужен... О, нет, это дрон. Я не хочу его использовать, потому что мне их очень жалко. Это думга обращается с ними так паршиво. Вот теперь я, кстати, могу вкачать микрогранату. А, то есть я могу взять и то, и другое. И менять... А как их менять? По-моему, на R. Так у меня нету вариантов, я могу взять только ее. Смотрите, что сейчас делает этот гад. Он просто ударил его. Он просто ударил бедного дрона. Я, может быть, конечно, буду слишком занудным и все такое, но за что? Этот дрон помогает тебе. Этот дрон помогает. Он дает какое-то благо. Он, в общем, хороший, добрый, милый дрон, который дает тебе улучшение для оружия. А этот дурак берет и пьет его кулаком. Быдло просто нереального уровня. И мне... Я уже говорил, что мне очень не нравится этот думган. Какой-то слишком уж маскулинно, какой-то обыдленный, какой-то гопник районный, который чувствует себя якобы крутым и хочет доказать всему миру, что у него есть яйца. Но выглядит это настолько абсурдно и настолько раздражающе, что мне... Ну, не знаю. Он не видится мне героем. Он видится мне каким-то сомнительным... Сомнительной доброты героем. Он убивает, конечно, монстр в это доброе дело, но в остальном, мне кажется, что он злой, плохой сам по себе. То есть не назвать его героем 100%. Итак, граната. Что можно для нее улучшить? Я пока ничего не буду улучшать, потому что я вообще не попробовал даже ее использовать, поэтому давайте посмотрим сначала. Боевой дробовик. Так я же уже читал про это. Что это он у меня снова с специальным знаком встал? Не знаю. В общем. Или там что-то новое при него добавилось, да вроде бы не должно быть. Я это читал. Я это читал. Не знаю, зачем мне снова это показали. Возможно, из-за того, что я взял модификацию. Так, ну что же. Переключаться на букву R. Шквальный огонь. Микрогранаты. Сколько у меня этих микрогранат? О, слушайте, нормально. И микрогранаты требуют одного патрона. Одного выстрела просто. Одного заряда патрона. Что ж, нормально. Какие модификации мне могут для нее предложить? Скоростное восстановление. Уменьшается время перезарядки между выстрелом и микрогранатой. Увеличивает радиус взрыва. На заряжание микрогранаты больше не тратится время. А сколько там она заряжается? Это что? Это зарядка? Да это фигня. Она очень быстро заряжается. Я, наверное, для начала возьму, конечно, радиус. Интересно, ранит ли она меня, но проверять что-то не хочется. Возьму радиус. Возьму радиус. Потому что больше убойная сила от нее мне нужна. Ладно, пока что побегаю, попробую с ней. Не факт, что тройной выстрел настолько крут, насколько мне кажется. Скорее всего, даже нет. И что я сюда приперся, если здесь ничего нет? А, нажать. У, желтый ключ у меня есть. Хорошо. Ты че? Я даже не испугался. Желтый ключ карты взятый. Но ведь это красный. И кажется, что это как раз таки что-то около секретное. Или что-то типа этого, да? Красная дверь. Красный ключ. Лежат где-то в секрете, который я, разумеется, не найду. Бла-бла-бла. Смотри на карту. Но карта мне вообще ни о чем не говорит, друзья мои. Смотри на карту. Она поможет понаходить тебе секреты. Где тут что вообще? Можно понять на этой карте. В ней ничего толково не объяснено и не показано. Уровни верхние и нижние отображены довольно ублюдочно. Поэтому я вообще не знаю, как она может натолкнуть меня на какие-то мысли о том, где именно здесь находятся секреты. Не знаю. Поэтому не могу сказать, что в ней офигительная полезность в этой карте. Но посмотрим. Пойду собирать бонги, потому что мне нужно восполнить запас бензопилы. Ну, даже вот насколько я смог обратить внимание, у меня такое чувство, что когда Тобиаш монстра в бензопилове, с него выпадают вообще все припасы в игре, которые только есть. И при этом на дробовик дали всего шесть патронов. Не то чтобы очень много, но ладно, пойдем. Не то чтобы супермало, при этом. Лифт заблокирован. Хорошо. Где-то я видел желтую дверь. Это все красное. Это все, наверное, секретное. Или надо еще, наверное, внимательно смотреть на трупы, правильно? У которых может быть надет на шее ключ. Если это так, то это вообще, конечно, ужас. Эй, у тебя есть ключ? О, я взял бонг. А, так один бонг восполняет заряд полностью. Что ж, это меня устраивает. Так, давай открывай. Так. Или это и есть секрет на ком-то? Что это? А это что? Что это за роковые яйца? Что? Да, с припасами здесь, конечно, такая ситуация, что я не совсем могу сообразить, что для чего нужно. Так, контрольная точка. Хорошо. Что-то я сделал, что-то нажал, что-то открыл. Что не знаю, где не помню, поэтому пошли искать. А, ну кажется, должна вот эта комната, по идее, открыться, да, или что? Я уже забыл, что я даже был здесь. Вот эта комната как открывается? Наверное, открылась вот эта. Нет, отсюда я вышел. Чего, к чему, куда вообще идти надо? Ой, как ты достал меня. Кажется, идти нужно туда, где появляются монстры, но пока что монстры не появляются нигде. Посмотрим на ту самую карту, которая должна подсказывать мне секреты. Я, честно, не знаю. Вот это похоже на серп и молот. Возможно, это будет секретной зоной. Но, может быть, у меня какой-то топографический кретинизм или проблемы с чтением карт. Скорее всего, так оно и есть, но пока что я действительно не понимаю, как можно по этой карте что-то воспринимать. Давай уже открывать. Получите доступ к спутниковой антенне. И мне многие говорят, смотри, секрет, еще секреты, без них будет тяжело. Ребят, люс запечатан. Вы знаете, с кем вы связались. У меня с секретами прям большие проблемы. Что, это БФГ? Опа, это новое оружие. Гранатомет какой-нибудь? Похоже на него. Похоже на гранатомет из Квейка? Штурмовая винтовка. Это что такое? Автомат такой крутой? А похоже на гранатомет из Квейка. Ну ладно, штурмовая винтовка, давай посмотрим на тебя. Все закрыто, ничего нельзя, как всегда. Так, штурмовая винтовка. Несмотря на то, что в качестве стандартного оружия теперь используется плазменное ружье, тяжелая штурмовая винтовка все еще широко распространена, благодаря надежному механическому ударно-спусковому механизму, высокой точности на больших дистанциях и доступности боеприпасов. Оружие эффективно на всех дистанциях и лучше всего проявляет себя при стрельбе по одиночной цели. Если на ней не установлен подствольный ракетомет, стандартный боеприпас, патрон 50-го калибра, социально-металлическая оболочка, описание прямо как в фэллауте. Что, еще могу похилиться, да мне не надо. Ладно, теперь у меня есть штурмовая винтовка. Я открываю шлюз и иду проверять ее в действии. Тогда зачем я качал себе дробовик, навешивал на него все эти моды, улучшал их? Я на поверхность, походу, сейчас выберусь. И кажется мне, что красный ключ остался где-то позади. Смотрите-ка, как картина все это вылетела. О, нормально! Вот это хорошее оружие! Вот это вот мне вообще нравится, правда, патроны, наверное, вылетают только в путь у нее. Наконец-то нормально оружие, нормально, потому что дробовик требует прямо точного прицеливания. И теперь у импов просто нет никаких шансов, когда у меня эта ружбака появилась. Ты можешь хоть сколько заваливать меня своими фаерболами. Сейчас я вас гранатой угощу, на! Плохо полетело. Какие-то импы еще и невероятно крепкие при этом. Они со штурмовой винтовки вообще практически ничего не получили. Время, наверное, достать бензопилу для того, чтобы иметь возможность со штурмовой винтовки снова пострелять. О нет, фаербол это плохо. Держи. Так, патроны мне, патроны мне, патроны мне. Ты куда уходишь? Мне патроны вообще-то нужны, друг. Я там видел, где бонг еще стоит. Так, а что, штурмовая винтовка на месте? Где она? Отлично, штурмовая винтовка полная. Очень хорошо. Какие-то моббы со щитами уже пошли. Низкий уровень здоровья это вообще мне не нравится. Ничего себе, сколько здесь монстров. Здоровья мне, пожалуйста, выпишите. Тихо, 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 тихо. Ничего себе, сколько монстров. Это уже превращается в какой-то слотер. Ногой его, ногой. А что больше хп не падает? Где остальные? Что это такое? Это квад? Квад дэмод? Что это? Я не успел подойти, взять квад, потому что им меня сжег. Ох, непросто здесь, конечно, все. Стоять на месте верная смерть. Я стараюсь постоянно двигаться. Так я двигаюсь, я двигаюсь. Ни к чему-то не приводит, если в тебя кидают фаерболк. Точнее, пиробласт. Это все, это сразу поехали. Ладно, нормально. Интересно, поскольку патронов на штурмовой винтовки останавливаются, мне надо стрелять по бочкам, я сразу это понимаю. Это что, бочка? Нет, это не бочка, это бонг. Нужно быть более метким, нужно более как-то получше стрелять. Если импы попадают в эту бочку, у меня будут огромные проблемы, поэтому я ее рвану, пожалуй, сразу. Попробую кинуть с подствольника еще разок, вот так вот, да? Слушайте, а подствольник не такой уж и сильный, на самом деле, вот это вот улучшение, которое я вкачал для дробовика, не такое уж и на поверку оказалось крутое. Я куда-то свалился. КПшечки мне. Куда-то я свалился. Еще подствольник, на. Ну, кажется, если в одного кидать еще куда-нибудь, но под боем он как-то не так уж и сильно жахнул. Что еще? Где-то кто ты? Во-во-во, в меня влетел пиробласт, это очень плохо. Кто-то со щитом там еще ходит, это вообще беда. Очень много монстров, я реально просто не могу понять, кто где находится. И кажется мне, что я не могу просто бегать и стреляться с ними. Мне нужно вести именно позиционный бой. Мне как раз таки и нужно, что стоять и сидеть на месте, потому что если я начинаю бегать, то я просто ничего не получаю с этого. Меня стреляют, бьют со всех сторон. Когда импы начинают кастовать меня пиробласты, я получаю весь урон целиком. И это, конечно, ни в коем случае не то, что мне нужно. Поэтому я буду как-то стараться более надежно, что ли, играть. Потому что иначе меня попросту быстро окружают и я ничего не могу сделать. А, я же могу просто гранаты кинуть. И, кстати, граната хорошо летит далеко. И подрывает едва ли не лучше, чем подствольник от дробовика, поэтому... Поэтому, возможно, стоит больше ей пользоваться. Мало боеприпасов. Там лежит квад. Мне нужно посмотреть, что дает квад, потому что это очень важно. Так ты свой пиробласт прячь подальше на склад. Дай мне патронов на штурмовую винтовку и разойдемся миром. 32 патрона на штурмовую винтовку. Не так уж и мало, на самом деле. Я хочу взять квад. Какая бодрая музыка заиграла. Вообще ядреная просто. Дай мне квад. Это что? Улучшение бронекостюма это был не квад? Или что? Это берсерк, это берсерк. Ну, считай, что квад. Ой, как хорошо. Вот с этим я бы хотел всегда играть. Вот это вообще крутяк. Он делает зверские убийства. Он просто рбет всех кулаками. Где тут мужик со щитом? Где еще? Кто вообще? Сколько длится берсерк? Куча вопросов, на которые у меня нет ответа. Почему ты ходишь со щитом, если я могу пробить его кулаком? Ой, как мне это нравится. Ой, как это классно. Главное кулаком в бочку не вмазать. Все, берсерк кончился. Слушайте, вот это нереально классно было. Я получил офигенное удовольствие от использования берсерка. Я хочу его почаще. Если появится какой-то активный спел, который будет давать мне возможность использовать берсерк, тогда когда я хочу, я буду применять его часто. Так, ты мне нужен. Довольно любопытно, на самом деле, то, что для того, чтобы получить патроны, мне нужно распилить монстра бензопилой. Это странно и крайне нелогично, но, в принципе, меня это устраивает. Ой, какой крутой буберсерк. Ой, какой крутой буберсерк. Музыка продолжает или иначе, что говорит мне о том, что монстры, наверное, еще не все убиты. Кто-то где-то еще заныкался, поэтому я еще побегаю, посмотрю, что здесь есть, и только после этого прокачаю броню. Или нет. Ну, в любом случае. Так, где-то здесь должен быть секрет. Как минимум бронька. Как максимум бочка. Там лежит броня. Вот на таких открытых пространствах, кстати, здорово, что я не ограничен кислородом здесь, в отличие от третьего дума. Здесь я могу находиться благодаря пролетарианскому костюму. Ой, я сказал, они все убиты. Только сколько мне захочется, и я не должен отвлекаться на то, что у меня там часы тикают. Все, музыка кончилась. Время искать секреты. Время прыгать. Время бегать. Время что-то делать. Потому что я как-то, вероятно, могу попасть туда, и там, скорее всего, лежит опять фигурка. Это все очень на внимательного. Здесь нужно просто понять, как туда забраться. Ох, если бы я упал вниз, я бы сейчас просто сгорел после такого боя. Мне кажется, нужно доходить до контрольной точки, а только потом возвращаться назад, искать секреты. Пожалуй, так я и сделаю, потому что иначе я рискую слишком многим. Я упаду в пропасть, и это будет... А если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Так, ладно, давайте глянем, что у нас здесь подобавлялось. Что? А, я открываю. Понятно, я только открываю возможность этих усилений. И это вот это я открыл, а ловкость еще пока не открыта. Или что? А, получить 4 вида оружия. Это вот так открывается. Ясно, но я поклежнему ни одного ранца еще не нашел для того, чтобы хоть как-то качнуть. Это 2 стоит почему-то. Оно у меня что, вкачано? Уж на 1 вроде нет. Ладно. Монстры. Одержимый охранник. Одержимый охранник демонстрирует самую сложную тактику всех одержимых людей. Например, не способен надвигаться на врага, прикрывая щитом, и одновременно вести огонь. Прямо как в Counter-Strike, да? Когда ты за контртеррористов играешь. При необходимости охранник бросает щит, повышая точность стрельбы ценой защиты. Артефакты. Берсеркер. Солдат Рок. Это тоже артефакт, надо же. Под вождением этой сферы испытуемые впадали в ярость и становились гораздо сильнее. Сфера Берсеркера заставляет испытуемых вымещать ярость на первом попавшейся живом существе. И даже причинять вред себе, если рядом нет жертв. В редких случаях испытуемые остаются в живых, но впадают в глубокое безумие, так что их надлежит уничтожать. Очень плохо. Но, как я уже неоднократно говорил, у Думга... Думга не может впать в безумие, потому что просто нечего терять. Поэтому все в порядке с этим. Прям стоически выдержим. Дайте мне контрольную точку, я пойду искать секреты. Лифта прокатиться на лифте, видимо, еще раз. Интересно, что мне вообще нужно делать? Перенастроить спутник. Довольно долгие здесь уровни. Я даже не знаю, на самом деле, я не засекал время, сколько я иду и как долго это все продлится. Дайте контрольную точку. Или я смогу еще попрыгать наружу, не возвращаясь на лифте. Хорошо, давайте так. Что у тебя, красный ключ? Как заботливо он положил его. На этот раз довольно мягко и нежно, что не ожидается от Думга. И выезжает какой-то спутник, какая-то антенна. Кажется, что я подаю какой-то сигнал. Что я вообще делаю? Для чего я вообще делаю? Что происходит, я не понимаю. Здесь как какового сюжета я вообще нащупать не могу. Идите к терминалу Веги. Я не понимаю вообще смысла и сюжета в этой игре. Мне кажется, что Кармак здесь раздухарился на полную со своей цитаты про то, что... Про сюжет. Так, контрольная точка есть. Потому что я совершенно не понимаю, что это для чего я делаю. Что-то бегаю просто бесцельно. Какие-то спутники включаю. Какой смысл? В чем смысл вообще? Что происходит? Никто толком не объясняет. Сюжет подается какими-то кусками абсолютно. Какими-то голограммами и звонками по видеосвязи. Держи. Вот это очень хорошая пушка. Она очень мне нравится. Я думаю, что я буду прокачивать ее в первую очередь. Кто еще где-то им? Так, ну теперь-то... А, вот как я могу туда забраться. Да уйди ты. Да, конечно, стало намного получше, когда мне дали штурмовую винтовку. Потому что с дробовиком я вынужден был стрелять архиметко. Потому что раз промазал все. И, в общем, и ты промазал. И потерял огромное количество здоровья. И тут со штурмовой винтовки ты просто, как белый человек, стреляешь. Наносишь урон. Кредсказуемо. Знаешь, куда ты стреляешь. Если ты промахнулся, ничего страшного. Следующий патрон точно попадет в цель. Кажется, никаких секретов здесь нет. И наверняка кто-то в комментах снова будет хайпить меня за то, что я... Все секреты попросрал. Просрал, но, ребят, я вам честно скажу. Мало того, что я практически ничего не вижу. Особо не... Ну, в плане секретов. Я особо не понимаю, как пользоваться картой здесь. Для их поиска этих самых секретов. Более того, я... Просто не могу тратить абсолютно все эфирное время для того, чтобы... Задрачивать и вылизывать натурально каждую локацию. Для того, чтобы отыскать все секреты. Поэтому... Поэтому... Гранату на... Так, что кажется, как-то кривовато ее кинул. Поэтому здесь, как ни крути... О, вон оно, что это щит отражает выстрелы. Это щит отражает выстрелы. Интересно. А, заряд с подствольника из дробовика отразит? Проверять не хочется. Поэтому... Поэтому... Я не могу растягивать видео на 2 часа с тем, что я вылизываю каждый уголок локации. Поэтому... С учетом того, что я прохожу впервые эту игру. Я прохожу ее так, как могу и как умею. Все это вы прекрасно знаете и должны понимать. Поэтому... Возможно, как-нибудь в дальнейшем я буду перепроходить ум 2016 или пытаться... А, те монстры, которых я убил в воскресе с контрольной точки, они и не появляются больше. Хорошо. То есть, это не как в Dark Souls. То, что я вынужден все зачищать по новой с контрольной точки. Хотя нет, некоторые арены же продолжались. С того места, что я... Даже с учетом, что я убил монстры. Ну ладно. Вот, о чем я говорил. О том, что... Наверное, я буду приходить в ум 2016 еще раз. Пытаться делать какие-то очки. Чего-то еще достичь, добиться. Не знаю. С большой долей вероятности так оно и будет. Но... Тихо. Круто. Кстати, он выстрелил в меня. Я почти ничего с того не потерял. А как его бить-то? В рукопашную только или что? Чем он вообще дамажит меня? Так, я пока не понимаю. Но у меня есть версия. У меня есть идея, как мне нужно работать с этим щитовиком-затейником. Кажется мне, что мне нужно пилить его с пилы. Это, мне кажется, самым лучшим подходом. Потому что удары он отражает. Все отражает. Я не понимаю, как он за считанные секунды наносит мне огромное колесо урона. Возможно, просто бьет меня щитом. Который состоит из чистой энергии. Неприемлемой для думга. Я не знаю. Поэтому только пила. Только пила. Один заряд пилы точно нужно держать всегда для щитовика-затейника. Так вот. Поэтому, возможно, я буду когда-то еще там проходить. Возможно, спидрани, дум. Скорее всего. В 2016. Что-то пытаться достигнуть, добиться и все такое. Посмотрим. Поэтому там-то я, возможно, и понахожу те секреты. Потому что, как писали, опять же, в комментариях, секреты здесь устроены таким образом, что... Что за них дают возможность проходить какие-то классические уровни с 1-го, 2-го дума, насколько я понял. Внутри дума 2016-го. То есть вот такая вот история. Поэтому вполне вероятно, что я... Я просто должен, должен найти все их и посмотреть. И записать. И все такое. Поэтому будем смотреть. Будем разбираться. Не знаю, как и когда. Но впоследствии, в дальнейшем, там глянем. Вот обычная граната, которую я просто кидаю рукой, меня вообще, конечно, не особо радует. Довольно слабая она. Так, мне нужны патроны. Дайте мне патроны. Ах, он мне так взахнул. Да, могут здесь, конечно, бьют. Здорово. О! Гляньте, кто тут. Да, здорово. Бензобела полностью сводит на нет все усилия этого щитовика. То есть совершенно он бесплатно убивается. Что-то я там где-то мог еще нажать. Я, кстати, держу в курсе. Я ни одного секрета не нашел из 8 на этом уровне. Что? Я же уже читал про него. Это про кого было? Про кого было? Одержимый охранники. А, еще запись. Вот так это делается. На некоторых еще по две записи. Как-то странно. Это одержимые охранники стараются сохранять оптимальную дистанцию до цели. Если враг подходит к охраннику слишком близко, тот атакует его мощным ударом щита и отступает на расстояние прицельного выстрела. Так вот, как он мне так сносит. Мощный удар щита. Прямо как вариоры звовы. Одержимые охранники пользуются исключительно дробовиками в сочетании со штурмовым щитом. Это позволяет сделать вывод, что в их рядах оказываются только бойцы отряда особого назначения неофаланга. Задача неофаланги вооруженной охраны удаленных колоний ОАК. Да, это серьезный монстр. Что это такое? А, это еще валялось оружие. Я просто поднял его. Да, это серьезный монстр. Я-то думал, что он с пистолетом и щитом, но он пошел еще дальше. Он держит дробовик и щит куда уж круче. Это реально очень жесткий монстр. Реально очень жесткий и очень сильный. Так, а что здесь? Хорошо, по всей видимости, вот тут вот может быть и будет трянуться какой-нибудь секрет или что-то еще где я смогу пополнить припасы. Так, им, ты не шелестит. Что это? Кажется, я видел это в окно. Что это такое? Какой-то ключик. А, вот как достигается, получается, улучшение брони. Ну, теперь буду знать. Элитный страж, элитный страж, рота охраны, чья задача защищать проект Лазарь и поддерживать порядок в Аргенкомпункте. Все красные униформы вселяют спокойствие в сердца сотрудников, а сами они известны рассудительностью, дисциплиной, строгостью и справедливостью. Кибернетически усиленные костюмы дают элитным стражам преимущество, когда возникает необходимость силового вмешательства, позволяя им быть быстрее, сильнее и устойчивее к травмам. Надеюсь, я не буду с ними сражаться. И я вытащил из него ключик, теперь у меня появился один ранец, и я могу усилиться. Так, что здесь есть? Навигационной системы нет, двух у меня нет. Увеличить эффективность усилений. Каких? Усиление оружия, наверное. Но нет, конечно же, я возьму вот эту. Сопротивляемость урону от взрывов во окружающей среды. Это, ребята, то, что мне нужно. Потому что вот именно получаем его от взрывчатых бочек. Ну вы знаете, прекрасно, что у меня с этими защита от опасности. Не то слово. Не то слово. Поднижение урона от собственных выстрелов. Качаем следующим. Копим два ранца, качаем. Потому что вы прекрасно знаете, что у меня проблемы не только с секретами, но еще и с бочками. Поэтому я просто должен качать это. Я просто должен это качать. Потому что иначе я так и буду постоянно каким-то неказистым. Что это? Мунишенс. Что это? Что за мунишенс? Расскажете мне? Улучшение бронекостюма. Мунишенс. Судя по всему, это патроны были какие-то. Ну, наверное. А мунишенс? Мунишенс? Это все патроны. Что, спасибо. Наконец-то я смог себе прокачать чуть-чуть костюм. Вообще в этом достигается какой-то более РПГшный какой-то что ли элемент. Не хватает только уровней, очков прокачки и прочего такого. А что это это? О, нет-нет-нет-нет, друг. У меня нету бензопилы. Ой, как он мне махнул. У меня нет бензопилы. Подожди, 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 подожди. Уйди. Как? Чем бить? Чем кинуть? О, нет. Беда. Бель закрылась очень вовремя. Что это делать? Как мне с ним сражаться? Там еще имп, он выскочил. Но если бензопилы нет, то у меня просто и идеи особо нету, как с ним драться. Я не пробиваю его щит. Мне нужно как-то обходить его или что? Да, кажется, он настолько балбес, что его можно просто обойти. Зайти ему за спину. Что ж, я был у тебя лучшего мнения. Охранник со щитом. Вовсе не обязательно тратить на него пилу. Достаточно просто его обойти. За спины он довольно легко обходится. Но растерялся немного с оружием, потому что я мало запутался. У меня есть подствольная граната на дробовике. У меня есть просто гранаты. Причем подствольная граната, на мой взгляд, немного получше. И я как-то растерялся в этом всем. И не сразу сообразил, что мне включать, что мне открывать для того, чтобы сделать то, что я хочу. Ну ладно. Ой, как красиво у вас тут все отправлять в терминал в ЕГИ. Это подарок. Спасибо. Кто это? Еще один. Это предаст вам сил. Поможет в пути. Если вы держите скачок, может быть. Люблю подарки. Давай, подарок. Подарок. Бери подарок. Какое-то яйцо. Какое-то глаз соурона. Аж нас гимбату. Круто. Что теперь я могу стрелять электричеством? Перегрузка. Энергия направлена в подсистемы. Что? Здоровье? А, вот как это апается. Ясно. Увеличивает максимальный запас здоровья. Увеличивает максимум носимой брони. Боеприпасы. Какой сложный выбор. Вот это вот выбор тяжелейший в истории. Любой RPG, MMORPG и вообще шутеров с элементами RPG. Все хочется взять. Все классное, конечно. Но я, разумеется, возьму боеприпасы. Потому что на это я сетовал больше всего. Чистый агент энергии. Круто. Спасибо. Я открою для вас и все остальные агенты в комплексе. О, я тебя знаю. Ты из Аверботча. Тот робот-хиллер. То, что он хочет. 61 337 сотрудников УАК погибли. 81% территории комплекса заблокировано. Уровень демонического присутствия на марсианском комплексе достиг критической величины. Согласно записям Айдена, вторжение началось в комплексе Лазарь. Была активирована адская волна, преобразовавшая 64% персонала УАК в тех существ, которые теперь выщут по всему комплексу. Остальные были убиты демонами, выпущенными Оливией Пирсом. Пожалуй, я должен извиниться за все, что здесь происходит. Ох ты, сука, Оливия. Некоторые мои сотрудники зашли слишком далеко. Оливия, прежде всего. Оливия. Я предлагаю вам рано или поздно придется с ней разобраться. Да не проблема, подсвольный. Возможно, вам не нравятся наши технологии, но знайте, исследования А довелись исключительно ради блага человечества. То, что вы видите сейчас. Цена прогресса. Ха? Впрочем, это уже не важно. Ну да, я тоже так думаю. На литейной фабрике возникла чрезвычайная ситуация. Регуляторы уничтожены. И температура ядра вышла из-под контроля. Они захватили соседний комплекс. Если не включить вентиляционные турбины, мы все погибнем. А, я думал, вы уже погибли. И где находится этот СМЛ? Он что, просто искусственный интеллект от ЭБАС и все? На этом до свидания. Сколько патронов? 10 патронов дали на дробовик сверху. И 30 на штурмовую винтовку. И 1 заряд для бензопилы. Что ж, я не пожалел о том, что я взял именно это улучшение, потому что это просто то, что доктор прописал. Аргент-энергия. При разработке аргент-аккумулятора было обнаружено, что аргент-плазма сохраняет свою структуру в присутствии радиоактивных изотопов при сжатии в сферу Хайдена, названном в честь Семьего Хайдена, выдающего его физикой главы ОАК. При разрыве плазменной сферы она быстро выделяет накопленную энергию, заряжая все находящиеся рядом приборы. Аргент-кэши стали предшественниками аргент-аккумуляторов, но их уязвимость к физическому воздействию делала их слишком непредсказуемыми. Реально с аргент-комплексом до сих пор можно найти сотни кэша и прототипов. Для работников ОАК они стали чем-то вроде коллекционных предметов. Если вы найдете аргент-кэш, сообщите о находке силовику своего отдела. Хорошо, пренепременно. Кстати, про импы я даже до сих пор не раскрыл вторую расшифрованную запись, у некоторых ее просто нет. Но вроде я ничего не упустил, вроде все читал. Вроде все читал, ничего не прошло мимо меня. Идите к шлюзу литейной фабрики. Кажется мне, что литейная фабрика это и есть третий уровень. Насколько я помню, по тому, что я читал на Думвике, я видел, что там 13 уровней всего в этой игре. Кажется, литейная фабрика как раз уровень третий. Поэтому в этот раз я не потеряюсь. А, все, это конец уровня. Здорово. Ну что, давайте подведем итоги. Зная своего врага, найдите три секрета. Ни одного из них я не нашел. Элитная стража. Валялось три этих дохлика на уровне. Я одного нашел. Дрона нашел. Аргент-ячейку нашел. Секреты ни одного из восьми не нашел. Вот эти две штучки. Тоже что-то непонятно, что я не сделал. Сделал только два легких испытания. Но что есть, то есть. А, я думаю, что если каждый раз с начала уровня начинается все по-новому. Все вот это показывают нам, что-то рассказывают, объясняют. С каждого нового уровня. Так как это было и в этом уровне. То я думаю, что заканчивать каждый раз можно именно здесь. Вот таким вот был этот уровень. Да, уровень здесь довольно длительный. Я не засек, сколько я играл. Кажется, что-то около часа, наверное. И выпуски будут примерно такой длины. С учетом того, как я еще умираю. И начинаю постоянно заново. Ну, будет примерно вот так. Хороший уровень. Мне кажется, что я еще больше понимаю эту игру. Еще больше к ней приспосаблюсь. Поэтому будет легче в дальнейшем. Особенно со штурмовой винтовкой. А если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и оставляйте свое мнение в комментариях под этим видео. Также забегайте в телеграм-канал. Спасибо за то, что посмотрели этот выпуск. До встречи в следующих уровнях. Пока.